Всем привет, друзья! Меня зовут Камила. Добро пожаловать на мой канал. Наконец-то! Наконец-таки снимаю новое видео. Так рада вернуться на канал. Много чего произошло. Одно из главных событий это ремонт. Я наконец-то закончила ремонт в своей квартире. Я у себя дома сейчас. А вторая не очень хорошая новость. Я сломала свой ноутбук, поэтому снимать и редактировать видео не получалось. Экран... Я уронила ноутбук. Экран благополучно разбился в дребезги. Да, я, конечно, очень расстроилась. Но что поделать? Я позаимствовала, скажем так, ноутбук у мамы. Устанавливала туда программу. В общем, сейчас я у себя дома. С ноутбуком и с программой все в порядке. Поэтому рада вернуться и буду снимать видео. Рада снова быть на канале. Ну а сегодня это видео будет о моем читательском дневнике. Вот он. Такая большая тетрадка. Я ее уже показывала как-то на канале. Мы пройдемся по моему читательскому дневнику. Вот такой он пухляж уже становится. Пройдемся, пролистнем. Я расскажу, по какой системе я веду свой читательский дневник, как я его веду. Надеюсь, вам будет интересно. И вы, может быть, подчеркнете для себя что-то новое. Итак, друзья, вот так выглядит мой читательский дневник. Это вот такая большая тетрадь на пружинах. Когда я заканчивала свой предыдущий читательский дневник, он был формата А5. Я как-то показывала его даже на канале и рассказывала историю этой тетради. Я купила ее в Америке в книжном магазине маленьком очень-очень давно. Она у меня лежала, неиспользованная. И когда я заканчивала свой предыдущий читательский дневник, он был формата А5, я понимала, что такой формат мне не очень подходит, потому что маленький по размеру. И я обычно в свой читательский дневник что-то вклеиваю, картинки, какие-то отрывки, цитаты. И под конец он уже был вот такого размера. Это было не очень удобно. Поэтому я понимала, что для следующего читательского дневника нужно взять что-то побольше. И эта тетрадь идеально подошла для этого. Она мне очень нравится. И обложка, и бумага. Не очень хорошего качества. Итак, давайте заглянем внутрь. Это первая страница. У меня читательский дневник оформлен в стиле Dark Academy или Темная Академия. Поэтому здесь вот такая картинка. На форзац я ничего не стала клеить. Он выглядит немножко пустовато. Ну, меня устраивает. Может быть, в будущем я что-то туда сюда вклею. Я как оформила обложку. Я покрасила пищевую бумагу обычной А4 листы чая. Вот здесь кусочек обычного листа А4. И это крафтовая бумага. И наклеила название читательский дневник Камилы стилем печатной машинки. Вот так выглядит обложка. Следующая страница. Это у нас заметки на полях. Я оформляю свой читательский дневник в стиле Bullet Journal. То есть это введение дневника с использованием как раз-таки таких сигнальных заметочек, рисунков на полях, которые указывают, имеют определенное значение. Это я полностью позаимствовала у Айшат, Simply Bookish. Ее система мне идеально подошла. Итак, первое. Давайте поближе покажу. Это вот такой рисунок книги. Естественно, если в каком-то произведении упоминается какая-либо книга, я ставлю вот такой значок. Следующее вот такое эмоджи. Это человек. Реально существующий музыкант, писатель или художник. Нотка. Музыка или песня. Хлопушка. Фильм. Восклицательный знак. Важная дата. Хочу запомнить. Что-то, что нужно мне запомнить. Кавычки. Цитата реально существовавшего человека. Вопрос. Если мне что-то непонятно, узнать, уточнить. Стихотворение. Картина. Мои мысли по поводу книги. Новое слово или понятие мне незнакомое. Место. Такой значок геолокации. Улица, площадь, достопримечательность. Какое-либо место реально существующее. Если упоминается в книге, я ставлю такой значок. Цитата из книги. Понравившееся мне место или отрывок. И еда. Опять-таки оформила в стиле темной академии. Следующий список книг на 2022 год. Как я уже говорила, я разбиваю свои книги, планы, точнее, на категории. И тут у нас великие книги. Продолжаю знакомство. Давно хочу прочесть. Новое знакомство. Любимые авторы. Non-fiction. Детские книги. Японские авторы. Корейские авторы. И если я прочла книгу, я ставлю зелёную галочку. Если я не прочла эту книгу, но хочу всё ещё её прочесть, она переносится на следующий год вот такой стрелочкой. Или, например, я передумала эту книгу читать. И крестик, соответственно. Из 48 запланированных книг я прочла 34, но кроме этих 34 книг я, в общем-то, прочла 60. Из них 34 из своих планов. Итак, следующее. Это monthly review, то есть разбивка по месяцам. Что это значит? Значит, в нижней строчке у нас количество книг, прочитанных в этот месяц. Сверху лучшие книги этого месяца. То есть, например, в январе я прочла 7 книг. Из них лучшими были 2 книги. Это «Бесы. Бог мелочей». В марте и в сентябре я прочла по одной книге. И они обе не стали самыми лучшими. Оно и логично, не из чего было выбирать. Поэтому вот. А в апреле я прочла ни одной книги. Не прочла в апреле. Поэтому, да, здесь ничего нет. И начинается, собственно, заметки о книге. Я пишу название месяца и ставлю цифры. Первая книга была прочитана в щелкунчик, но я почему-то начала свои заметки с другой книги. Итак, я пишу имя автора, название книги. Первый год фотография автора. Небольшая заметочка. Биография. Когда начала, когда закончила. Формат книги и сколько страниц. В дальнейшем я перестану делать, помечать, когда начала, когда закончила. Мне это не подходит. Небольшая сюжетная заметка и как раз-таки вот эти заметки на полях. Тут у нас картина, человек, блюдо, какое-то понятие мне неизвестное и музычка. Тут в конце вот я наклеила такой стикер с ноткой. И оценка. Оценка. Дальше. То же самое здесь. Небольшая заметка о самом произведении. И вот мои мысли и оценка. Дальше. Вот это мое личное введение. Справка. Если мне какое-то понятие непонятно. Масло масляное, но вы поняли. Если мне что-то непонятно, какой-то новый термин, и я хочу пояснить, я пишу вот такую вот справочку. Например, моя любимая писательница Шин Гюнсук была писательницей поколения 386. И что это значит? Упомянутые книги, места. Это книга о студенческом восстании в 80-х, когда эти восстания против тоталитарного режима в Корее охватили всю страну. И это реальные кадры из того восстания. Вот. Тысячи и тысячи выходили на улицы. Их разгоняли. Очень жестокое было подавление полиции. Далее вы увидите очень много картинок, которые или реально связаны с сюжетом, или это фан-арт, или что-то стилизованное под эту книгу. Мне очень нравится так делать и вклеивать такие вот картинки. Кавка. Далее следующее. Если я слушаю аудиокнигу, я пишу, что это аудиокнига. Кто чтец? И ставлю оценку чтецу. И длительность. Сколько по длительности книга? И я иногда выделяю отдельно героев. Книжная бинга. Вы уже видели. Я, кстати, продолжаю играть в книжную бингу. И вот, как вы видите, почти закончила. И этот список книг для книжного бинга. Следующее. Если книга удостоилась какой-то премии, в данном случае Армда Терой получила Букеровскую премию за книгу «Бог мелочей». Потрясающая книга. Всем советую. Я помечаю вот такой вот звездочкой и пишу, какая это премия. Вот, кстати, фан-арт по этой книге. Именно. Очень стоящий роман. Всем советую. Любимый мой Фёдор Михайлович и его пьесы. Для меня здесь было важно указать... Я делала так и в предыдущем своём читательском дневнике. Я подробно здесь выписываю именно описание внешности персонажей. Вот, как раз-таки фан-арт. Это Ставрогин. Он получился здесь немножко таким... Как бы сказать... Миловидным, но взгляд у него и беда такой жёсткий, колючий, как в романе. Как я уже сказала, вот здесь вот внешность Николая Всеволодовича Ставрогина, главного центрального героя, его характер. Я полностью выписывала это. Мне было важно это зафиксировать. Полностью расписывала всех героев. Например, Петра Верховенского, главного антагониста. Я выписывала и внешность, и манера держаться и говорить, и так далее. Далее. Свои подборки. Я в течение года делала несколько подборок. Чтобы разнообразить своё чтение. И подборки я оформляла как раз-таки бумагой, покрашенной чаем. Итак, здесь у нас подборка о... Как вы уже знаете, я снимала это видео. Японские авторы о котах. Японские книги о котах. И я делала эту подборку в феврале. И, соответственно, что День кошки значит в Японии. Небольшая такая заметочка о День кошки. Как японцы относятся к кошкам. И всё вот в этом роде. И здесь начинаются книги с этой подборки. Потрясающая книга «Ваш покорный слуга кот». Нацуме Сосеки. Это обложка японского издания. И так как это... Большая часть действия романа происходит в традиционном доме, Поэтому это здесь традиционный японский дом. Харуки мураками. Кашка на пляже. А здесь я оформила вот так. Это реальный фан-арт тоже. И здесь присутствует библиотека. И я нашла вот такую картинку, Которая в моей голове больше всего подходила Под описание библиотеки. Кавка на пляже. Одинокая душа, мечущаяся у линии прибоя. Ну, кто читал, тот поймёт, Почему здесь ворон и чёрная кошка. И, как вы знаете, Или, может быть, и не знаете, Харуки мураками большой меломан. У него более 40 тысяч пластинок в коллекции. И в его романах очень много музыки. Поэтому очень много музыки, И книги, и фильмов. И поэтому я вклеила сюда отдельный лист. И вот статы из романа. Далее «Одинокий мужчина». И если я смотрю экранизацию, Я пишу режиссёра. Я так делала тоже в прошлом своём читательском мненнике. Год, когда вышел фильм, Кто в главных ролях. И небольшая заметка о фильме. И отдельная оценка фильма. Иногда я пишу, кто композитор. И постер книги... Фильма, простите. И какой-то кадр. Обожаю этот фильм. С моим любимым Колином Фёртом, Джулианой Мур. Потрясающе. Всем советую посмотреть. Далее «Канюм». «Степной волк» Кермана Гессе. Небольшая заметка, опять-таки, об авторе. Обтюг книга. Слушала в формате. Обложка романа. Потрясающий. И, как я вам говорила, кадры. Картинки, точнее, которые более всего подходят под сюжет. И экранизация. Назови меня своим именем. Так, март. В апреле я не прочла ни одной книги. И пошёл май. Набоков. Мой любимый. Жон Пульсартер и его слова. Книга о писательстве, о читателях, об писателях. Книги «Упоминаемые люди». Неизвестные им какие-то понятия. Также я делала так в своём прошлом сельском дневнике. Если упоминаются в книге библиотеки или книги, или чтения, я обязательно выписываю эти места. Например, здесь упоминается библиотека дедушки. Жан-Фоли Сартера и книги. В общем, вся эта околокнижная тема. «Поезд убийц» с Катарой Саки. Кто читал, тот поймёт. Джон Стейнбек и его «Зима тревоги нашей». «Головокружение», «Семилетняя ночь». Мой любимый Фёдор Михайлович. Я читала его повести и рассказы полностью в прошлом году. «Пеппи Длинный чулок», «Австрид Лингрен». И в «Юле» ещё одна подборочка. Это подборка о самураях. В книгах о самураях. Вот это самурай, это Ронин, конечно. Но мне понравилось, как он выглядит, поэтому он оказался здесь. Небольшая заметка о самураях, о бусидо, философии бусидо. В общем, всё в этом роде. И книги, соответственно, которые я прочла на эту тему. Юкио Мисима, его «Хагакура нюмон». То есть «Хагакура в моей жизни». «Хагакура» — это сокрытое в листве. Вот оно как раз таки. Он Юкио Мисима переосмысливает этот знаменитый труд о пути самурая и о бусидо. «Титадель» Арчибальда Кронина. Герой у нас врач, изучает лёгкие, поэтому вот такая картиночка. Если приблизим, здесь фотография лёгких. Далее август. И в сентябре я прочла одну книгу, и это «Тайная история». «Тайная история» — это начало подборки моей у Тёмной Академии, поэтому она оформлена вот так. Мне понравилось, как я оформила этот разворот. Далее идём. Как раз таки в октябре я читала книги из подборки Тёмной Академии. Вот так я её оформила. Так, что у нас здесь? Некоторые вопросы теории катастроф. Очень много книг упоминается в этой книге. Это название. Каждая глава названа в честь какого-либо произведения. Вот это только название глав. Далее это книги, которые упоминаются в стихотворении. И очень много фильмов. Вот это всё. Это фильмы. Музыка. Картины, люди и цитаты. Девушка из этой книги очень много читает. Синь Ван Эйр. Поэтому... Далее. «Девятый дом» Либардога. Очень качественная фэнтези. Когда начинала читать, не знала, что это начало трилогии. Но мне понравилось. «Сепаратный мир». Рассказывала. Снимала видео. «Пикник у висячей скалы». «Любовь глупца». Пикником у висячей скалы заканчивается подборка «Тёмная академия». Далее. «Любовь глупца». Тюнити Ротанидзаки. Он здесь с такой милой котейкой. Поэтому я выбрала именно эту фотографию его. «Заметка» об авторе. Далее. «Стридлингрен. Малыш и Карлсон. Слушала в аудиоформате». Потрясающая детская книга. Всем советую. Далее. В ноябре продолжается подборка «Тёмная академия». «Фурии Катилоуэ». Отвратительная книга. Никому не советую читать. Если бы мы были злодеями. М.Л. Рио. Я читала её, когда... Ещё в старом переводе, когда не было нового перевода. Неплохая книга, в принципе. Но постоянное упоминание Шекспира. И цитаты из его пьес, конечно, немного так нервировали. Вот так я оформила. Разворот. Далее. И последняя книга из подборки «Тёмная академия». Это «Confessions. Каная Минато». Потрясающий, потрясающий роман. Действие происходит в школе в японском. Это в японском классе. Это вот фотографии японского класса. Так, далее. Обожаю чудесное путешествие Нильса Хольгерсона по Швеции с дикими гусями из Эльмы Лагерлёв. Обожаю мультик. «Белый бим, чёрное ухо. Разбило мне сердце» — это книга. Далее. «Уолден. Лежись в лесу». Тут опять-таки упоминания о чтении и о книгах. «Три мушкетёра» — Дюма. «Харуки Мураками» — вторая книга. Вот, прочитанная у Мураками в прошлом году. И это фан-арт по этой книге. Опять-таки, как я уже упоминала, Мураками большой любитель и литературы, большой знаток, точнее, и любитель большой музыки. Но он меломан, поэтому книги, фильмы. И смотрите, сколько музыки. Вот это всё музыка. Как классическая, так и попсовая. Джаз. Он очень... Мураками очень большой любитель джаза. Думаю, вот. «Тайная ложь». Последняя книга, почитанная в прошлом году. И далее. «22 Reading Stats». То есть это статистика. Прошлого года я её оформила вот таким вот образом. «Сколько я всего прочла книг?» — 60. Прочитанные книги по месяцам, сколько я прочла, мужчин, сколько женщин, авторов, 37 книг написанных мужчинами, 17 написанных женщинами. Оценки. Четыре звезды я поставила 34 книгам, 5 звезд 13 книгам, 3 звезды 10 и 2 – 2 книгам. Далее, author origin, то есть откуда автор родом. Больше всех книг я прочла у авторов, которые из Японии, из Америки 11, Корея 7, Франция 4, Россия 3, Великобритания 3, Германия и Швеция по 2, Австрия 1, Италия 1, Индия 1, Колумбия и Австралия. Далее, по одной книге. Далее, формат. Как вы знаете, я читаю книги в большинстве своем в электронном варианте. В аудио я прослушала 8 книг и в бумаге одна книга. Далее, жанры. Классика, современка. Классики я прочла 20 книг, современки 22, «Нонфиг 11», что для меня вообще удивительно. «Детская литература 5 книг», «Герметичный триллер 2». Что у нас здесь? «Экзистенциализм 1». Не могу разобрать свой почерк. Это автобиография. Автобиография 1 и «Новая журналистика 1». Далее, лучшая книга года. Это был сложный выбор, но я всё-таки остановилась на одной. Вот так поближе вам покажу. Это «Степной волк» Германа Гессе. Худшая книга «Фури» Кэти Лоуэ. Перенесла на следующий год, 12. Открытие года книга «Сепаратный мир» Джона Ноуса. Открытие года авторы. Здесь у меня две и оба японцы. Это Нацуме Сосеки, классик японской литературы, и Харуки Мураками. Разочарование года. «Пикниг у висячей скалы». Ожидала очень много от этой книги и не получила практически ничего. Самая старая книга, скажем так, написана в 17 веке. Это книга «Пяти колец». Книга о технике самурайского боя. Поздняя, самая поздняя книга, написанная недавно. Это «Кот, который любил книги». В 21 году. Самая смешная книга «Малыши Карлсон». Я просто ухохатывалась на некоторых местах. Потрясающая книга. Самая грустная книга «Белый бим, черное ухо». Плакала, когда читала. Самая длинная книга именно по количеству страниц. Самая большая. 792 страницы. Удивительное путешествие Нильса Хольгерсона с дикими гусями по Швеции. Сельма Лагерлёв. Самая короткая книга. 64 страниц. Это «Щелкунчик и мышиный король». И премии. Букеровская. Это одна эпох-мелочи. Национальная премия США. Две книги. Поправки. Сепаратный мир. Премия Джеймса Тейта Блэка. Поправки. Премия Уильяма Фолкнера. Сепаратный мир. И я здесь забыла упомянуть ещё премию Номы. Это японская литературная премия. Её получил роман «Объяли меня в воду души моей» Канзабура О.Э. Вот это был последний разворот подведения итогов прошлого года. Вот так я веду свой читательский дневник. Надеюсь, вам было интересно смотреть это видео, и оно вам понравилось. Может быть, вы подчеркнули для себя что-то новое или вдохновились на введение читательского дневника. Спасибо, что посмотрели это видео. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.